Что такое счастье простыми словами для вас? Попробуйте себе ответить на этот вопрос. И почему это пресловутое счастье ищет каждый, но не каждый, к сожалению, находит. Привет всем! В этом видео мы постараемся разобраться, что нужно делать, чтобы стать счастливым человеком, и что для этого на самом деле не нужно много сил. Достаточно руководствоваться простыми правилами и советами. Что же такое счастье простыми словами? Но я для себя это понимаю так, что счастье такое состояние воодушевления и гармонии внутри меня, когда я испытываю радость вообще абсолютно от всего, что происходит со мной сейчас. Но все ощущают счастье на самом деле от разных вещей. Кому-то нужно много денег, чтобы радоваться новому дню, а кто-то счастлив от того, что его ребенок сделал свои первые шаги. А кому-то достаточно выглянуть в окно в Москве и понять, что там светит солнце наконец-то, а не эти серые тучи. Но для всех есть одинаковые условия, чтобы можно было назвать себя счастливым человеком. Я думаю, что это умение получает радость абсолютно от всего, что с тобой происходит здесь и сейчас. Не оглядываться на будущее и тем более уж не думать о том, что завтра, через неделю, через год, через два станет лучше, чем сейчас. Нет, не станет, потому что хорошо и счастливо должно быть прямо здесь и сейчас. Потому что завтрашний день может не наступить. А вы все время ждали от момента, когда вы будете наконец-то наслаждаться своим счастьем. Не надо этого делать. Кто-то говорит, что счастливыми людьми рождаются. Но я не согласен с таким утверждением. Мне кажется, что счастливым можно сделать себя здесь и сейчас. Но для начала давайте разберемся с тем, что делает нас с вами несчастными. Образ идеальной второй половинки, которую мы себе в голове представили. В итоге завышенные требования к человеку своей мечты будут постоянно вас сделать несчастным человеком. Собственно, те люди, которые вас окружают, будут тоже несчастны, потому что они не найдут отлика в вашем сердце от того, что вы несчастны. И получается такой замкнутый круг. Вы создали себе идеальный образ, который на глазах распадается. И приходится столкнуться с реальными жесткими реалиями в быту с человеком и понять, что это не тот образ, который вы себе представляли. Поэтому не нужно себе строить каких-то образов для своих любимых людей, чтобы потом не разочаровываться в них. Вторая причина, что делает нас несчастными, это обида и злость. Как бы мы не хотели этого, но обида съедает нас с вами изнутри. Если вы раньше постоянно на что-то обижались, то теперь надо сменить эту привычку на понимание. Развивать в себе осознанность. И тогда вы начнете понимать, что вас никто не хочет в принципе обидеть. И это ваше эго воспринимает на свой счет эту обиду. Идеальная жизнь, идеальное тело и одобрение окружающих. Несчастен тот, кто живет на показ, а не для себя. Как правило, счастливые люди, ну в принципе, не показывают свое счастье и пытаются его скрыть от посторонних глаз. Вы не станете счастливы, если похудеете или заработаете какую-то большую сумму денег. Или будете выслушивать похвалу свой адрес каждый день. Или начнете встречаться с красивым парнем или девушкой. Ищите свое счастье и не пытайтесь соответствовать каким-то вымышленным шаблонам счастья. Для каждого счастье оно все-таки индивидуальное. Что нужно сделать, чтобы стать счастливым человека? Ну, понятие счастья подразумевает быть свободным от своих желаний и потребностей. Да, звучит вот так вот странно. Нужно отказаться от желаний и потребностей, чтобы понять, что делает тебя счастливым. Человек счастлив тогда, когда он не ждет чего-то. Ему достаточно того, что у него есть здесь и сейчас. Например, улыбки близкие, вкусный завтрак, который вам приготовили. Или та старенькая рубашка любимая, которая висит в вашем шкафу. У каждого есть что-то, что поможет ему быть счастливым здесь и сейчас. Так, например, для меня каждое утро ритуал счастья – это налить себе стакан вкусного горячего латте. Напишите обязательно в комментариях, что вас ежедневно делает счастливым. Например, меня, как я уже сказал, чашка кофе – это вот самый легкий способ доставить себе удовольствие и счастье. И я вас прошу, прекратите жаловаться на судьбу и обвинять вообще всех в своих неудачах. Возвращение в прошлое, обвинение себя не позволит вам, в принципе, быть тогда счастливым. Вы должны остановиться и увидеть те перспективы, которые у вас уже есть на данный момент. Не строите иллюзий, чтобы не разочаровываться. Выработайте в себе привычку смотреть на вещи реально. И в конце концов, научитесь отдыхать. Если вы постоянно перегружены делами, которые при этом не доставляют вам радости, то, скорее всего, вы пойдете со временем в апатию, а в дальнейшем в депрессию. Вам обязательно нужно иметь свое любимое дело – хобби, из-за которого вы готовы проснуться даже в час ночи и пойти делать эти вещи или дела бесплатно. Ну и постарайтесь поменять восприятие мира. Если вы заходите в общественный транспорт и думаете о том, что в нем воняет и все люди вокруг вас злые, то вы это и получите в конечном итоге. Лучше постарайтесь не обращать на это свое внимание и переконвертировать свое внимание в другую сторону. Например, что вот этот молодой человек уступил место вот этой пожилой даме. Или, например, что вы, слава богу, вы успели в этот автобус, потому что вот сейчас на улице пошел дождь. Я, кстати, очень много раньше придирался к кассиршам и охранникам и качал с ними права. А сейчас я стараюсь это делать пореже, и даже когда сталкиваюсь с негативом, я думаю, ну, у человека день плохо начался, или он просто настолько несчастлив, что он пытается весь негатив переложить на меня. Я просто прекратил реагировать на такие ситуации. И действительно в моей жизни стало больше положительных ситуаций. Счастье внутри нас. Мы можем быть всем недовольны и находить только негативные моменты в своей жизни. А можем видеть, ну, все в другом свете. Зависит только от вас, что выберете вы. Когда человек радуется жизни и доволен ею, в его жизни появляется, ну, все больше и больше приятных моментов. Ну, а для тех, кто видит мир в черном свете, со временем все становится только хуже. Надеюсь, видео было для вас полезным. Подписывайтесь на канал и обязательно поставьте лайк, чтобы сделать меня более счастливым человеком. Ведь причинять счастье другому – это тоже счастье. С вами был Илья Марковский. Пока-пока.